Открытие родной школы после ремонта жители Ершова ждут с нетерпением. Старое здание давно требовало капитального ремонта. Работы проходят непросто. Пандемия, высокая изношенность объекта негативно сказались на графике выполнения. Электроснабжение не удерживает прогнозированный нагрузок на школу. И когда начали ремонт, все сети пришлось заменить. Практически полностью изношены не только сети электроснабжения, но и другие коммуникации. Это существенно усложнило строительные процессы и снова отодвинуло сроки окончания ремонтных работ. Есть определенные замечания к подрядчику и по графику работы, и по тому, что нужно сделать в первую очередь, а что можно оставить на потом, для того, чтобы быстрее туда пустить наших детей. Увеличить рабочие силы в три раза потребовала глава округа. В жестком графике и высоком темпе основные ремонтные работы должны завершиться до конца этого месяца. В каникулы останется благоустроить территорию возле школы. Теперь все работы на объекте будут контролировать ежедневно. Договорились с нашим управлением образованием, с моими профильными заместителями, что с сегодняшнего дня мы открываем там горячий штаб, наш горячий штаб, который будет контролировать каждый день с видео и фотофиксацией того, что выполняется подрядчиком на Ершовской школе. Фото и видеофиксация каждый день, проверка результатов в соответствии с планом. Андрей Иванов потребовал максимально быстро устранить все проблемные моменты. Если все требования подрядчикам будут выполнены, уже скоро ученики Ершовской школы сядут за родные парты.